Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кристина, и вы на моем канале Альтистка. Полгода назад что-то во мне изменилось, и мне захотелось купить скрипку. У меня достаточно давно не было скрипки, с тех пор, как я перешла на Альт. И сегодня, собственно, об этом и пойдет речь. Я расскажу вам об электро- и акустических инструментах, покажу конкретно свою электроскрипку, расскажу о ее плюсах и минусах, и покажу кусочек из своей жизни, там, где я на ней, собственно, и играю. Ну что, поехали! И для начала, что такое Альт? Вот он. Выглядит он так же, как скрипка. Не знаю, видно его, кстати, или нет. Главное его отличие от скрипки, это то, что он по тесситуре ниже. То есть, если у скрипки струны ми-ля-ре-соль, то у Альта ля-ре-соль-до. Альт находится в том же диапазоне, что и человеческий голос, а скрипка гораздо выше, поэтому у скрипки всегда лидирующая позиция в квартете, в оркестре, а Альт находится в середине, в центре оркестра, в центре квартета по тесситуре. Еще одно отличие от скрипки, это размер Альта. Посмотрите, как он смотрится. Смычок не взяла. Он гораздо больше, чем скрипка. Для низкого звука нужны более крупные габариты, поэтому виолончель у нас... Ну, вы поняли, виолончель у нас гораздо-гораздо больше, чем Альт и скрипка. И также по самому звучанию, по тембру звука скрипка, она более яркая, более искристая, блестящая. Это, я имею в виду, звук, а не поверхность инструмента. А Альт, он более матовый, более приглушенный, он похож на человеческий голос. На этом различия заканчиваются, так как принцип игры на скрипке и на Альте, он абсолютно одинаковый. Как я пришла к тому, что мне срочно понадобилась электроскрипка? Много лет я играла в оркестре, училась на Альте, собственно, и скрипка мне не нужна была абсолютно, пока я не ушла в декрет, а потом в еще один декрет, и сейчас я иногда играю на мероприятиях, чтобы как-то разнообразить свою жизнь. Иногда я играю на Альте, как в предыдущем выпуске в составе оркестра. Так вот, мало того, что люди не знают, что такое Альт, они вообще не отличают скрипку и Альт. Ни разу такого не было, чтобы я играла где-то на Альте, а ко мне подошли и сказали, девушка, так это же не скрипка, а мы заказывали скрипку, такого вообще никогда не было. Почему все-таки мне пришлось купить скрипку? Потому что некоторые невесты, они хотят слышать на своем выходе торжественном какую-то определенную мелодию, которую на Альте будет играть неудобно, и звучать это будет не очень красиво. Поэтому я столкнулась с тем, что мне просто необходима скрипка. Тут встает разница двух инструментов. Акустический инструмент или электроинструмент. Конечно, если у вас есть акустическая скрипка, вполне можно купить себе аппаратуру и играть на ней. Но если вы хотите, чтобы это было более эффектно, можно купить электроскрипку. Конечно, там свои тонкости, но так как я альтистка, у меня были другие требования. Акустический инструмент может стоить очень дорого. И стоит он очень дорого, профессиональный инструмент. А электроскрипка стоит гораздо-гораздо дешевле. Свою я купила в районе 200 долларов. Сейчас я полностью вам покажу распаковку и что там было. Я посмотрела много обзоров на то, какие скрипки лучше. Ну и сделала для себя такой выбор. Скрипка пришла в футляре. У нее был сразу смычок, которым я не играю. Почему? Потому что он очень короткий. Сразу, кстати, были шнуры для того, чтобы подключить ее к колонке. Кстати, могу показать, как я это делаю. Вот такая скрипочка. Выбрала я красную, потому что у меня особо не было выбора, так как я заказывала ее на Озоне. Там что-то, по-моему, два цвета было, не помню уже. Скрипка, струны. Все, как вы видите, ничего докупать не надо. Скрипка работает на батарейке. Причем батарейка не простая. Батарейка не простая, а батарейка, я не помню, как она называется. И канифоль. Вот, собственно, все, что нужно для игры на скрипке, кроме одной супер важной вещи. Если вы начинающий скрипач и решили сразу учиться на электроскрипке, и вы даже не знаете, что должно быть в комплекте, так вот, это самая важная вещь. Как без нее играть, я не знаю. Это мостик. Он у меня альтовый, но он совершенно прекрасно меняет свой размер. И все. Единственное, что, когда мне нужно поиграть на альте, мне приходится все это доставать, дело, все это менять, это сложно, это долго, там еще нужны какие-то отвертки. Так вот, собственно, вот так это все выглядит. Почему я не пользуюсь смычком? Мой смычок длиннее, и возможно, что я просто привыкла играть альтовым смычком, и размах у меня альтовый, знаете ли. И мне этот смычок был очень короткий, хотя он, я смотрю, он короче всего на один сантиметр. Ну и он, видите, какой, вот я им не играю, да, он весь уже распался. Он просто очень плохой по качеству. Поэтому, для того, чтобы играть на конкретно этой электроскрипке, кстати, я не сказала, что это за электроскрипка, это электроскрипка стак. Спасибо обзорам на YouTube. Кстати, не могу сказать, что я ей сильно довольна. В общем, для того, чтобы на ней играть, вам нужен все равно нормальный смычок и мостик скрипичный. Плюсы этой электроскрипки в том, что это в целом скрипка с вроде как неплохим звучанием, но у меня других не было, поэтому сравнить не с чем. Поверю на слово людям, которые обозревали электроскрипки, и вот обзоры, которых я посмотрела, кстати, их очень мало. Так вот. Так. Еще один плюс. Наушники. Их можно воткнуть в скрипку и не мешать соседям, не мешать никому. Даже у меня ребенок спит, я могу в соседней комнате поиграть, слушая себя в наушниках. Это очень удобно. Особенно, если у вас какие-то дикие соседи. Но, если вы хотите прям навести шума, обычной скрипкой вы его не наведете. Тут в колонку воткнули, минусовку включили. Просто вообще офигенно классно. Вот такой у нас шнур. И, опять же, что мне не очень нравится в этой скрипке, это то, что вот это гнездо, вроде так это называется, находится прямо под мостиком. То есть его нужно снять и вставить. До свидания, мостик. И вставить. А потом, может, у меня, кстати, такой мостик, но это неудобно. И так же здесь есть регулировка громкости. Можно сделать тише, можно громче. Но, опять же, оно находится прямо под мостиком. И это очень неудобно. Хотя, в целом, вот так-то нормально. Да, что это я возмущаюсь? В целом, так нормально. Кстати, вот, смотрите, как смотрится скрипка. Вот какая вот скрипочка и какого размера альп. И теперь я попробую ее включить в колонку, а вы посмотрите, как это делается и, дай бог, послушайте. Вот такая у меня колонка. Дома она как чемодан, большая. И сейчас я покажу, как я подключаю. Маленький проводок Jack-Jack я уже подключила в это неудобное отверстие. И у нас остался вот такой Jack. Надеюсь, я ничего не путаю. Просто открывается вот такое гнездо в колонке. Подождите, это оно? Да. И находим гитару и микрофон. Хоп. Хоп. Все. Наша скрипка подключена. Теперь включаем скрипку, включаем колонку. Можно включать минусовку и что-нибудь играть. Так, у меня уже какой-то формат влога начался. А раз такое дело, я тогда уже вставлю кусочки со влога, как она звучит, потому что я не успеваю сейчас поиграть, потому что сейчас придет няня с ребенком, а он не даст нам ничего сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что, друзья, переходите, смотрите другие видео. Всех целую, всех люблю, пока! Пока-пока!